Октябрьский мороз не помеха для футбола. В четверг текстильщик на своем поле принимал футбольный клуб «Спартак-2». Как ни странно, но многие ивановские фанаты на этот раз пришли со спартаковскими флагами, то ли отдавая дань уважения фарм-клубу красно-белых, то ли разочаровавшись в собственной команде. И поддержка «Спартаку» определенно помогла. С первых минут столичные гости завладели преимуществом. Но и поразить хозяйские ворота для них особого труда не составило. Отыграться нашим футболистам не удавалось. Зато получалось защищать ворота от новых вторжений. Но только до 30-й минуты встречи, когда «Спартаковцы» вновь взломали нашу оборону. Как ни надеялись замерзшие болельщики текстильщика, но голевая серия «Спартаковцев» продолжалась и во втором тайме. А ивановцы потеряли веру в домашнюю победу. Матч завершился со счетом 0-3 в пользу гостей. Наставник красно-черных уверен в поражении его вина. Надеялся, люди опытные. Как раз и сыграют эти игры. Сложно что-то комментировать, когда 0-3. Что здесь говорить? Соперник здорово использовал моменты как раз нашей ошибки. Поражение еще больше отдалило текстильщик от пьедестала первенства. Теперь команда занимает только 10-е место в турнирной таблице. Остался всего один домашний матч в этом календарном году. 4 ноября текстильщик встретится с Владимирским Торпедо. Хочется верить, что на этот раз болельщики и команда не подведут друг друга. Один город! Одна команда! Один город! Один город! Одна команда! Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.